Добрый день, у нас сегодня в гостях Алексей Саминский, консультант, бизнес-тренер, и мы поговорим о том, как быть с продажами в кризис, как их поднимать, как мотивировать менеджеров по продажам и что вообще делать, чтобы продажи не падали. Но самая ключевая вещь в этом деле, это понимать, на самом деле, что происходит. Дело в том, что кризис, любой кризис, не говоря о том, что мы даже в новейшей истории, какой-то пятый кризис примерно, если там с 90-х годов считать, это некое изменение экономической ситуации, в которой работают, по сути, те же самые законы, что и всегда. И всегда вопрос, в чем нуждаются люди во время кризиса. Один из рынков, который обычно хорошо растет в кризис, например, это консультирование и обучение. Когда все становится плохо, люди более охотно консультируются и более охотно учатся. Как продавать в кризис больше? Может быть, как-то мотивировать своих продавцов? Может быть, набрать побольше штат продавцов? Может быть, урезать какие-то свои издержки, чтобы не просесть? Ну, начнем с краю. Идея увеличивать штат продавцов, это, как правило, в принципе плохая идея. Потому что тем самым вы автоматически увеличиваете издержки. Жен, не факт, что вы получаете адекватный рост продаж при этом. Что дает быстрое изменение? Это урезание издержек. Это надо делать сразу, быстро и резко. Это первое, что приходит в голову. Мы не нанимаем новых менеджеров. Мы поняли, что это повышение издержек. Мы, может быть, кого-то сократим, кто работает плохо, или мы научим его работать лучше, или что-то еще сделаем, чтобы остаться на плаву. Понимаете, здесь ситуация следующая. Дело в том, что вот эти рецептуры, как продавать лучше, они известны. Написаны в учебнике полуметровой толщины. И на самом деле возьмите человека и спросите, а что надо делать, чтобы лучше продавать? Любого. Он вам расскажет. Вы сами знаете все. Но вот этот комплекс мер, привести в порядок информацию, начать следить за своей рекламой, заняться брендингом, создать себе имидж, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Все знают. Все говорят, да, да, но мне сейчас некогда. Н лет назад меня приглашала для выступлений, для участия в учебном мероприятии компания, которая занималась производством автозапчастей. И это было в те времена, когда автозапчасти, это был такой бизнес вообще, с бандитами, со всеми делами. То есть там было очень много денег. И говорят, ну что же вот эти наши дилеры? Почему у них такие грязные, вонючие магазины? Почему их продавцы ходят в замасленных куртках с грязными руками? Почему у них горят тусклые лампочки? Почему они не могут свои магазины автозапчастей сделать приличными? Я ответил, они этого не делают, потому что денег и так хватает. Зачем заниматься чем-то, когда вопрос быстро ковать бабло? И наши магазины автозапчастей стали становиться приличными на вид тогда, когда начались кризисы. Когда стал вопрос, а как же сделать, чтобы люди все-таки зашли? Это касается массы бизнеса. Дело в том, что, к сожалению, великому есть старый анекдот о том, что еж птица гордая, не пнешь не полетит. В подавляющем большинстве компаний изменения начинаются под давлением, когда становится плохо. А успешными становятся те компании, которые начинают проводить изменения тогда, когда еще хорошо. Вот эти компании становятся крупными и успешными. Потому что они пользуются тучными годами плюс понятными методиками. А есть кризис роста, когда компания до какой-то точки доходит, а дальше нужно либо деньги вкладывать, либо что-то еще делать, либо какие-то бизнес-процессы? Дело в том, что кризис роста является достаточно традиционным. Дело в том, что есть очень простые психологические цифры. Мы можем общаться примерно с пятью собеседниками, мы передаем без заметных искажений информацию через одного человека. Первый организационный кризис находится на уровне 30-32 человек, когда по желанию руководство перестает доходить, теряется контроль. Там есть некоторые численные кризисы. Проблема немножко в другом. Если мы говорим о малом бизнесе, то очень часто встает вопрос о том, а нужно ли было расти? Очень многих кризисов можно было бы избежать, просто ведя более разумную политику развития. Если у вас слишком много клиентов, просто оставьте себя самых дорогих, выгоните дешевых. Будет вам счастье, будет много денег, управляемые предприятия. Хорошо. Как понять, что можно расти? Значит, история следующая. Существует два способа роста. Их всего два. Есть способ роста, который называется «я возьму денег в долг». Я возьму денег в долг и попытаюсь на эти деньги что-то совершить. Но при этом надо подготовить место в глубинах Африки, куда вы сбежите от кредиторов и инвесторов, если что не получится. Есть второй способ расти. Это расти вслед за денежным потоком. Сначала деньги, потом рост. Почему? Потому что инвестор – это самые дорогие деньги, которые существуют в природе. Вы. Ну, сейчас говорят, вот там кто-то там одолжил Цукербергу, там, тысячу долларов, теперь он миллиардер. Представляете себе, вы взяли тысячу долларов, а отдали миллиард. Может быть, лучше было каким-то другим способом эту тысячу долларов найти? Хорошая ли это была идея со стороны Цукерберга? Не думаю. Не уверен. Так и здесь. Начинается. Легко отдается там полфирмы. Вот там дайте мне денег на развитие, а я вам 50% фирмы, вы отдали половину прибыли навсегда, на всю жизнь. Это одно из двух. Либо вы считаете, что прибыли не будет, и делить нечего, а вы просто денег с человека сняли. Но если вы верите в то, что прибыль будет, и считаете, что она будет большой, то есть вы просто взяли и подарили ее, и отдали. Отдел продаж, команда. Компания растет только, что доходы какие-то там или там количество сделок, количество клиентов. Команда тоже должна расти? Дело в том, что расти можно количественно, можно расти качественно. Понимаете? Как это качественно? Очень просто. У меня может быть два варианта. У меня есть пять продавцов по 50 тысяч рублей. Да? Я могу это превратить в пять продавцов по 150 тысяч рублей. Отсеяв, воспитав, подобрав лучших. А могу превратить эту команду в 150 продавцов по 50 тысяч рублей. Понимаете, да? Я могу набирать количество, могу набирать качество. Господи, у меня заскочило. Уоррен Баффет. Первый, второй, третий. Где-то вот в топе списка Форбс. Один из богатейших людей мира. Знаете, сколько у него в компании работает человек? Сколько? Тринадцать. У него в компании работает тринадцать человек. И как воспитать таких продавцов? Подбором и воспитанием. Понимаете? Вопрос же заключается в следующем. Это немножко длинная история. Дело в том, что деньги в основном дают роль удержания. Мы платим большие деньги, чтобы просто хороший человек от нас не ушел. Для этого нам нужно сначала найти хорошего человека. А как находятся хорошие люди? Ты берешь любого и даешь ему попробовать. Ну, кроме уж каких-то патологических случаев. Нашел хорошего, выгнал того, кто послабее. На освободившееся место взял нового. И вот таким просеиванием, потихонечку, в основном ориентируясь на удаление плохого, нужно убирать слабое звено. Вот если вы убираете слабое звено, а на освободившееся место берете нового человека, потихоньку, со временем у вас будет сильнейшая команда. Вы понимаете, вы можете продавать там, не знаю, 100 миллионов дешевых машин, да? А можете сделать 100 машин по миллиону. Но продукция тоже может быть разной. Можно расти количественно, можно расти качественно. Ну, не все же могут расти качественно и продавать только премиум продукцию. Вы знаете, как неудивительно, как неудивительно, вот этот премиум сегмент, он на самом деле намного более распространен, чем он кажется. Ну, например, практически каждая женщина знает некую волшебную парикмахершу, которой никак не записаться, которая берет очень приличные деньги, к ней стоит очередь. Это премиум сегмент. Это человек, который не стал нанимать 20 парикмахерш, чтобы подстричь всех клиентов, которые приближали, а который занялся тем, что стал делать лучше и лучше. Знаем такой сегмент? А мало этих парикмахеров в этом мире? Нет, немало. Понятно, да? Каждый из нас знает волшебного доктора, который правит спину. Там каждый знает, ну, может, не все, но каждая женщина знает волшебного портного, который может сделать ей настоящее платье. Этого не так мало. И мы знаем массу прекрасных рекламных компаний. Мы знаем производителей сайтов. Куда просто не попасть? Мы звоним туда, мы говорим, знаете, у нас вот очередь на три года. Надо создать очередь сначала. Дело в том, что, вы знаете, здесь удивительно происходят следующие вещи. Как ни странно, это, оказывается, подчас не так сложно. Чтобы создать очередь, нужно просто не торопиться наращивать свою производительность. Понимаете, да, в чем дело? И вот в тот момент, когда... Дело в том, что там происходит следующая вещь. При поступлении лишнего заказа наш менеджмент начинает панически. Нанимать дополнительных сотрудников. А в этот момент, может быть, надо просто цены приподнять. Раз очередь встала, значит, наверное, дешево продаем. А ведь цена приносит прибыль намного быстрее, чем объем. Но если мы поднимем цену и не будем наращивать производство, часть очереди отвалится, мы потеряем клиентов. Как с этим бороться? Зато мы денег зарабатываем намного больше. Дело в том, что... То есть поднять цену намного больше. Я не буду сейчас вот рыться, ну, у меня нет сейчас возможности там рисовать графики и схемы. На самом деле увеличение цены часто дает выигрыш намного радикально больше, чем увеличение объема. Увеличение объема всегда требует дополнительных материалов, дополнительных людей, там, дополнительных станков, там, еще чего-то. А цена ничего не требует. Понимаете, да, в чем дело? И подъем цены на 10% дает эффекта намного больше, чем подъем производства на 10%. Эта цена – это чистые деньги сразу. Единственным разумным обоснованием цены, особенно в услугах, является фраза следующего содержания. Знаете, у нас стоит очередь. Мы не можем заниматься дешево. У нас есть клиенты, она дорого. Низкие цены – это всегда результат огромных капиталовложений. Низкие цены не появляются, потому что мы хотим, чтобы они были низкими. Любое крупное производство – это огромные издержки капиталовложений и прочее, прочее, прочее. Как только маленький и средний бизнес начинает пытаться конкурировать с кем-то ценой, большой бизнес его убивает немедленно, сразу. Кто тут? А-а-а, все. И не догнать, не наверстать. Поэтому для малого бизнеса существует путь только в другую сторону. Повышение, улучшение имиджа, повышение качества и работа, по возможности, с достаточно высокими ценами. Но работа с высокими ценами. И обратите внимание, если мы посмотрим на рынок, мы очень хорошо видим автомобильный рынок. Кто лучше всех себя чувствует в кризис? Самый дешевый и самый дорогой. Все, что в середине начинает страшно страдать. Я не хочу сказать, что мы все должны продавать там Феррари по 3 миллиона долларов, но, скажем, вот цена того, что вы делаете, должна расти быстрее, чем объем. А очень часто вот эта идея «мы заработаем на обороте» – это не про малый бизнес, это про кого-то другого. Малый бизнес на обороте не зарабатывает. Малый бизнес на обороте получает кризис управляемости, борьбу с воровством, прочее, прочее, прочее. Вот такая вот беда. Вы знаете, еще раз напоминаю, в кризис лучше всего выживают те, кто продает самое дорогое и самое дешевое, понимаете? Поэтому мы упираемся в это дело. Нам кажется, что раз кризис, вот мы сейчас давайте подешевле. Ничего подобного. Люди в кризис ищут решение проблем. Он хочет самого лучшего помощника по экономии. У него завод там горит, ему экономить надо. Ему издержки надо снижать, он будет искать того, кто лучше всех снижает издержки. Ему надо там интернет-магазин поднимать, у него все горит. Он будет искать того, кто лучше всех интернет-магазин погибает, у него кризис, ему спасать надо. Это, знаете, как будто у вас что-то болит, вы уже будете искать лучшего хирурга, а не среднего по цене и качеству. Понимаете, да, в чем дело? Так и здесь. Если вы поставляете другим продукцию в кризис, надо становиться лучшим хирургом. И поэтому я могу сказать так, что мы с вами встречаемся на базе Битрикса. Я не буду сейчас заниматься рекламой, но если по публикациям пройтись, мы увидим, что сейчас, например, целый ряд IT-компаний показывают очень хороший рост. Очень хороший рост. Причем, скажем, по отзывам, и я, скажем, как преподавателю могу видеть цифры, есть компании, которые растут сейчас на кризисе по 20-30% за квартал. Почему? Они научились решать проблемы клиентов. Они реально помогают. Они вот стали теми докторами. И пока это хороший рост. Здорово. Спасибо большое, Алексей. Я думаю, что пригодятся ваши советы. Да, я еще раз на всякий случай, особенно для тех, кто будет слушать это интервью, я повторю, я, безусловно, немножко переувеличиваю, да, чуть-чуть. Ну, для того, чтобы идеи стали понятными, да. Поэтому я надеюсь, что это как-то, ну, что ли, появятся какие-то мысли. Ну, только без экстремизма. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.